Продолжение следует... Продолжение следует... Рассказывать о месте привала, о месте стоянки я не буду, потому что титрами уже все это описано. Я отвечу на комментарии Владимира ММ. Это комментарий к серии 119. Значит, Владимир ММ пишет, время 48.15. Слева ограждение и для чего? Приспичило заначку не спрятать. В таких комментариев достаточно много. Все зачитывать не буду, но я всегда радуюсь. Вот таким комментарием. Такое пристальное внимание, такой тщательный просмотр. Ну, это удивляет немножко. Итак, прочитав эти комментарии, я позвонил Росавтодор и спросил, для чего вот эти столбики, всевозможные ящики, коробки, столбы вдоль трассы. Какую цель преследуют вот все эти вещи вдоль трассы. В Росавтодоре мне ответили, что это дорожные строители, которые часть зарплаты утаивают от своих жен, закапывают в землю, что потом легко найти, они ставят вот такие метки наподобие этих столбиков, коробок и прочее, прочее, прочее. Ну, это подтвердило мою первоначальную версию, что это заначки от жен. Но я на этом не остановился. Потом позвонил МВД. В МВД мне сказали, что это места, где наркоманы прячут наркотики. Так называемые закладки. Говорят, вы не волнуйтесь, это все под наблюдением, все под контролем. Но я, как неуемный, продолжаю искать истину. Прозвонил в КГБ СССР. Мне сказали, что это тайники, где разведчики и шпионы обмениваются тайной секретной информацией. И попросили не беспокоиться, так как там установлены скрытые видеокамеры, и все, кто появляется возле этих мест, они все попадают на видео. Интересная была информация, но я продолжаю искать истину. Звонил Министерство обороны. Там мне сказали, что вот эти столбики и прочее, 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 ничто иное, как маячки для координации ракет в безвоздушном пространстве. Ну, я тоже этому порадовался. продолжаю искать истину. Позвонил в 0-3, рассказал, что вдоль трассы, столбики там и так далее, и так далее, и так далее. Но там почему-то заинтересовались моим домашним адресом, вот, и сказали, что спецгруппа подразделения Кащенко уже выехала по моему адресу, где специалисты мне все это объяснят, расскажут и покажут. Ну, пока никто не приехал, я, наверное, позвоню в передачу «Как стать миллионером». может, они что-то прояснят, а может быть, воспользуюсь советом Владимира Семеновича Высоцкого и напишу «Спортлото». Ну, я периодически, наверное, буду вас информировать о продолжении этой истории с поиском истины. Ну, а теперь серьезно. Значит, условия движения очень хорошие, солнце будет в спину, полотно дороги сухое, но движение очень комфортное. по мере приближения к Омску населенных пунктов будет мало, будет Татарск с правой стороны, но не на трассе, а надо будет поворачивать, но в Татарск я заезжать не буду. Ну, а сейчас продолжаем смотреть. Вчера в «Звелодухе» набрал столько продуктов, что-то пришлось забирать с собой в салон. Не выбрасывать уже. Так. вроде бы всё. в «Звелодухе» Сейчас дорога скажется, что не так сделал, что забыл, мусор выкинул по дороге, на стоянке. Возвлогом. Помню печальный опыт вчера, когда я стартовал до восхода солнца, сегодня решил, как только рассветет, убьет винта. Хорошая стоянка. Хорошее место. И рядом. В смысле, асвайк, прям с трассы, заправка, по-моему, где-то тут рядом. Хорошая стоянка. Хорошая стоянка. Хорошая стоянка. К перевороте. Пока. Продолжение следует... Душ хороший, горячая вода, не чуть тёпленькая, но в самом деле горячая. Ночь прошла... Спокойно... Спал... Как один момент, как мгновение. Двигаемся в сторону Омска. Продолжение следует... 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 Вот еще одно место, неплохое. Давай, давай, выходи, выходи. Сейчас же будешь давить. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Местность. Деревьев практически нет. Деревьев практически нет. Деревьев практически нет. Деревьев. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...